21 июля Православная Церковь вспоминает явление иконы Богоматери в Казани. Существует предание, что в 1579 году девочке Матроне во сне привиделась Божией Матери и указала место, где был спрятан ее образ. На гипарисовой доске Богородица была с младенцем Иисусом на левой руке. С тех пор и завершается празднование иконы Казанской Божьей Матери. Пресвятая Богородица спасала наше Отечество от нахождения нашествия на нас супостата, врага. Когда человек Божий прибегает к Пресвятой Младенчеству Матери Господа нашего Иисуса Христа, то незаметно Пресвятая Богородица своим покровительством, своим ходатайством, по грому своего обстени нас и явить свою любовь, свою милосердие нашему грешному роду человеческому. Всех вас, дорогие братья и сестры, с праздником нашим престольным иконой Божьей Матери Казанской. Вознесенская церковь была построена на пожертвовании купцов и простых прихожан. Главный предел в честь Вознесения Христова был освящен в 1860 году. Пределы в честь Казанской иконы Божьей Матери и Георгия Победоносца в 1866 году. 21 июля в Речицах престольный праздник. Художники мастерской Виктора Голунова изготовили и преподнесли в дар прихожанам Вознесенского храма изумительную икону, которая украсила центральный вход церкви. Благословляется и освящается образ сей благодати Пресвятаго Духа, окроплением воды сей священной. Во имя Отца, Сына и Святаго Духа благословляется и освящается образ сей благодати Пресвятаго Духа. Освящение, тем более ремонт был двери, весь этот элемент меняли, кованые элементы вставили. Мы с батюшкой посоветовали, чтобы сделать ее освящение на праздник, чтобы пока закрыться, чтобы люди не привыкли. Людям было приятно. Даже сейчас в такую не солнечную погоду, вроде она не раздражает. Ну и теперь основной вопрос. Что вы сегодня испытываете? Вы знаете, может быть, тяжело как-то это поверить. Спокойно. Потому что работы, когда произвела, мы, конечно, опыт уже есть, давно и пишем. Я понимаю, что получилось. Знаете, бывает, не получается. У меня была такая история. Старцу мы писали икону. Я три года не прикасался. У нас три иконы лопнули, или две даже, по-моему, лопнули. Я не прикасался к ним вообще. Я не знал, что делать. Даже лукавил. Потом уже винился к батюшке. Прямо как-то собрался. Написалась она хорошо. И мы ее отвезли. А здесь спокойствие удалась она. Чувство гордости за тех людей, которые живут на нашей кжельской земле. И то, что такие благодетели рождены на нашей кжельской земле. Это Виктор Юрьевич Голунов. И у нас такие не одни люди. И у меня даже слеза наворачивается от сегодняшнего дня. Несмотря на дождливую погоду, вы видите, какая хорошая душевная обстановка в этом храме сегодня. С праздником! Спасибо. Андрей Пластунов, Ольга Скребина и Андрей Минкин для программы «Городские вести». Продолжение следует...